Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Темой прошлого служения была смелость. И очень интересно, что, как и на прошлой неделе, Бог сегодня тоже побуждает меня акцентировать смелость. Слово говорит нам с дерзновением, в английском смело приступать к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Я уже на прошлой неделе говорила, что помазание выходит навстречу смелости. Смелость так важна. Нам необходимо двигаться в духовном потоке смелости. Я не говорю о темпераменте. Я говорю о божественной силе внутри, которая проистекает из Слова. Когда вы укоренены в Слове и полны Слова, это Слово исходит из вас мощно. Это и есть божественная смелость. Речь не идет об индивидуальных особенностях темперамента. Как я уже говорила, когда люди пытаются показать духовную смелость, и это не исходит из сердца, а они пытаются, если можно так сказать, изобразить это, вести себя так, будто они смелы, они попросту становятся грубыми. Божественная смелость – это не грубость. Она может переступать через что-то, что идет не в том направлении, но она все равно не является грубостью. Смелость так важна, потому что, когда человек движется в потоке божественной смелости, у него нет и следа страха. Невозможно быть смелым в Слове и при этом иметь какой-то страх. Страх абсолютно отсутствует. Вот почему смелость так важна. Она свидетельствует о том, что страх изгнан из вашей жизни, из вашего мышления, из ваших действий. Так часто поступки людей мотивированы страхом. Они воспитывают детей на основании страха, они ведут свои финансы на основании страха, они подходят к своему браку на основании страха, они подходят к другим отношениям на основании страха. И этот страх, который иногда можно отследить практически в каждой сфере жизни людей, влияет на то, что Бог может сделать для них. Смелость – крайне важная, духовная, божественная черта, которая значит, что из нашей жизни изгнан страх. Мы живем согласно тому, кто мы во Христе. Когда мы знаем, кто мы во Христе, страх изгнан. Итак, очень важно, чтобы мы развивали этот поток смелости, были в нем умелыми и помнили о нем. Как я уже говорила, на самом деле смелость приходит от полноты. Когда вы полны Слова и полны Духа, божественная смелость может прийти. Скажу так, Слово выходит из вас силой. Это и есть смелость, Слово, выходящее из силы. Оно под напором, потому что внутри вас как бы накопилось давление. Знаете, когда в какой-то местности, где построено водохранилище с плотиной, наступает засуха, открывают шлюзы этой плотины, чтобы определенное количество воды, необходимой во время засухи, могло вытечь. Когда шлюзы плотины открываются, вода не просто сочится тонкой струйкой, она бурно хлещет наружу, потому что она находилась под напором, в ожидании возможности вытечь. Вот что такое смелость. Если Слово пребывает внутри вас в такой полноте, то когда вы открываете уста, чтобы высвободить его, оно вырывается наружу смелым потоком. И это так важно, потому что смелость демонстрирует полноту. Смелость — это не резкость. Это наполненность, которая изливается наружу. И иногда, когда вы настолько наполнены Словом, и оно изливается наружу, оно что-то сокрушает. Знаете, все, что стоит на пути, когда открывают шлюзы плотины, если вниз по течению от плотины есть, например, какие-то растения, они не уцелеют, когда по ним ударит этот бурный поток воды. Его целью не является разрушение, но он смывает то, что на пути. И смелость — это не попытка разрушить что-то своими силами, но полнота смывает то, что нужно убрать с дороги. Поэтому смелость чрезвычайно важна. Бог сказал, что в эти последние дни девять проявлений Духа должны действовать в полную силу. Для этого потребуется смелость со стороны сосудов. Нам нужно быть полными откровения о чудесах, полными откровения об исцелении, полными слова обо всем этом. Нам нужно быть полными Духа, чтобы в присутствии болезни из нас вырывался поток исцеления, поток чудодейственной силы и помазания, который просто сокрушал бы все, что не похоже на здоровье, сокрушал все, что требует чуда. Именно это делает смелость. Смелость — это полнота, вырывающаяся наружу. В это время, в которое мы живем, так важно быть полными Слова и Духа, и тогда у нас будет смелость. А со смелостью приходит определенность. Когда открывают шлюзы плотины, те, кто решил открыть эти шлюзы, совершенно уверены, что вода потечет. Они знают, и они могут сказать жителям, «Мы собираемся спустить часть воды из водохранилища». И люди знают, вода будет. Точно так же, когда вы полны Слова, и вы его высвобождаете, вы знаете, чудеса будут, исцеления будут, результаты будут. У вас нет такого настроя, а вдруг не получится. При высвобождении полноты Слова вы можете смело сказать, «Чудеса в пути к моей ситуации». Чудодейственная сила работает. Итак, помазание выходит навстречу смелости. И если человек смелый, значит, во-первых, он наполнен. Только тогда есть настоящий божественный поток смелости. А также он прогнал всякий страх. Слово заняло место, где прежде был страх. Слово построило внутреннюю уверенность. Я вспоминаю свидетельство, которое мне пересказал один из лидеров нашей церкви. Много лет назад он был студентом библейской школы. И на одном из уроков преподаватель рассказал свидетельство из собственной жизни. Этот преподаватель прежде был пастором. В его церкви был один молодой человек лет около 30-40. Я не знаю точного возраста. Но у него уже была семья. Жена и несколько маленьких детей. И произошла какая-то авария. И этот отец семейства попал в больницу и умер. И я не знаю, была ли смерть мгновенной во время аварии или он умер позже уже в больнице. Но к тому моменту, как пастор приехал в больницу, он уже был мертв. То есть, если он и не умер мгновенно, он умер вскоре после аварии. Итак, пастор приезжает в больницу. Ему говорят, где находится член его церкви. Он заходит в палату, а тот уже накрыт простыней, потому что он умер. Когда пастор зашел в палату, к нему пришло слово от Господа. «Повели смерти уйти». Другими словами, Бог сказал, что он должен воскреснуть из мертвых. Поймите, на таком уровне нужно водительство духа. Потому что, во-первых, чтобы воскресить кого-то из мертвых, нужен дар веры. Нужно чудотворение и нужны дары исцелений, потому что человек умер от чего-то, что необходимо исцелить. Так и нужно чудо. Требуется дар веры, потому что нужна более чем обычная вера, чтобы верить в воскрешение мертвых. Это за рамками обычной веры. У каждого верующего есть обычная вера или то, что мы называем общей верой. И она тоже сверхъестественная, но это общая вера, которая есть у каждого верующего. Чтобы воскресить мертвых, потребуется необычная вера. Потребуется дополнительная вера с неба. Смит Вигглсворт говорил о даре веры. Смит Вигглсворт был английским проповедником начала 20 века, в служении которого задокументировано более 20 случаев воскрешения из мертвых. И он говорил о даре веры, потому что есть вера, принадлежащая каждому верующему, но дар веры – это чрезвычайная вера, являющаяся одним из девяти даров Духа. И Смит Вигглсворт говорил, «Когда я высвобождаю свою веру к Богу, и я высвобождаю всю свою веру к Богу, тогда от Бога приходит другая вера навстречу моей вере – это дар веры. И эта другая вера, этот дар веры не придет, пока вы не высвободите всю ту веру, которая у вас уже есть. То есть, когда вы высвободили всю веру, что у вас есть, и ее недостаточно, тогда приходит дар веры и содействует ей. В ситуациях, подобной той, в которой оказался тот пастор, которому нужно было служить члену своей церкви и воскресить его из мертвых. Поэтому нужно побуждение Духа Святого. Вы не можете просто сами так решить. Вам нужно участие Бога в этом. Итак, пастор вошел в палату, где лежал умерший прихожанин, покрытый простыней, и слово Господа пришло к этому пастору о том, чтобы служить ему и воскресить его из мертвых. Тут, если хоть на минуту задуматься, естественная вера успеет вас отговорить от этого, потому что это выходит за рамки повседневной веры, обычной веры. Так что он, по сути, просто поразмыслил и отговорил себя от этого. Вскоре жена пастора тоже приехала в больницу. Ее отвели в ту же самую палату. Она зашла, увидела своего мужа, и когда она зашла, ее глаза горели. По пути туда она услышала Бога и, войдя, сказала, «Бог сказал мне сказать тебе, служи ему, запрети смерти, и Бог воскресит его». А этот пастор уже настолько погрузился в сомнения, что сумел и ее от этого отговорить. И он не послужил этому мужчине, не запретил смерти. Он просто мыслил по-человечески, приводя доводы против этого, потому что дьявол раскочегаривает мышление, выступающее против того, что говорит Бог. Ум автоматически включается, и вам нужно обойти его, вам нужно усмирить ум. Дьявол раскочегаривает неправильное мышление. Оно становится громким, но даже если сомнения громко кричат, вам нужно руководствоваться тем, что сказал Бог, чтобы не звучало громче, что вам сказал Бог. Итак, этот пастор отговорил себя от того, чтобы послужить умершему, отговорил свою жену, заставив ее сомневаться в том, слышала ли она Бога. И они организовали похороны. На следующее воскресенье они приходят в церковь, и там сидит жена того человека с детьми. И смотря на них, пастор не мог думать ни о чем другом, кроме как о том, что он не сделал того, что Бог сказал ему. И он рассказывал, «Я сидел там и осознавал, что эта семья осталась без папы и без мужа, потому что мне не хватило смелости, чтобы повиноваться». При недостатке смелости мертвым останется то, что могло измениться, то, что могло воскреснуть, то, что могло быть по-другому, браки, которые могли измениться, бизнесы, которые Бог может оживить, взаимоотношения, которые Бог может оживить, тела, которые Бог может оживить. Вы не будете послушны Богу, не получите чудеса, исцеления без потока смелости. Кому-то нужно быть смелым, чтобы действовать по Слову. И я верю, что Дух Святой ищет на земле людей, которые крепко укоренены в Слове и смелы, чтобы действовать по Нему. Многие люди, и это бывало с каждым из нас, отговаривают себя. И не делают того, к чему у них есть побуждение, или водительство, или импульс. Мы отговариваем себя. Почему? Недостаток смелости. Смелость поставит вас на передовую. Она не позволит вам остаться в тылу. И заламывать пальцы, говоря, ну не знаю, стоит ли. Смелость должна заменить чрезмерное обдумывание. Будете слишком много раздумывать, и вы себя отговорите. Смелость действует быстро. Смелость не сядет и не будет раздумывать полчаса, прежде чем решить действовать. Смелость — это немедленное действие. Когда открывают шлюзы плотины водохранилища, как только их открывают, вода не стоит и не говорит «я долго была в этом положении». Она немедленно вырывается наружу мощным быстрым потоком. Так поступает смелость. Это быстрая реакция. Это немедленная реакция на Бога. Колебание — это страх. Колебание — это сомнение. Колебание — это неверие. Но когда вы знаете, что Бог обещал сделать в Своем Слове, и действуете соответственно, вы не колеблитесь и не консультируетесь со своим умом. Вы не колеблитесь и не советуетесь со своими обстоятельствами. Более того, вы не консультируетесь с людьми, потому что вам неизвестно, кто и насколько полон. И люди могут опустошить вас своей пустотой. У вас может быть мера наполненности, и разговор с кем-то пустым спустит вашу полноту в трубу, утихомирит вас. Когда вы наполнены, вы не можете себе позволить советоваться с пустыми людьми. Это высосет из вас полноту и смелость. А нам обязательно нужно действовать смело, потому что помазание выходит навстречу смелости. Я хочу напомнить вам кое-что из послания евреям. 13 глава 5 и 6 стихи в расширенном переводе. Здесь написано, «Сам Бог сказал». Послушайте внимательно. Евреям 13, вторая половина 5 стиха в расширенном переводе. «Сам Бог сказал, «Я никоим образом не подведу тебя, не отступлюсь от тебя и не брошу тебя без поддержки. Нет, нет, нет. Я ни в коей мере не оставлю тебя беспомощным и не покину и не отпущу тебя, не ослаблю свою хватку. Однозначно нет». Задумайтесь об этом в отношении вашей нужды. Нуждаетесь ли вы в финансах или в исцелении или в чуде, будь то нужда в сфере семьи или бизнеса или отношений. Задумайтесь. Бог говорит, что Он всегда рядом, и Он не ослабит ни одну из своих способностей в отношении ваших нужд. Посмотрите на 6 стих. Здесь написано, «Поэтому мы утешаемся и вдохновляемся и уверенно, смотрите, и смело говорим». Если вы верите в то, что сказано в 5 стихе, вы будете смелыми. Если же вы в полсердца воспринимаете то, что говорит Бог, вы не будете смелыми. «Поэтому мы утешаемся и вдохновляемся и уверенно и смело говорим, «Господь мой помощник». Видите ли, не все размышляют об этом и пропитываются этим. Поэтому вы не можете слушать других людей, чтобы решить, насколько смелыми вам быть. Ваша смелость придет на основании того, о чем вы размышляете о Боге, каким словом вы питаетесь, какое слово вы говорите. Не ждите, чтобы кто-то другой дал вам смелость. Не ищите кого-то, кто смело скажет то, что вам нужно сказать, прежде чем вы это скажете. Смелости неважно, скажет ли кто-то еще то же самое или нет. Когда открывают шлюзы плотины, чтобы потекла вода из водохранилища, вода не говорит, «Минуточку, а в других водохранилищах шлюзы открыли?» Вода этого не говорит. Вода пульсирует, а шлюзы этой плотины в ожидании, чтобы для нее открылся путь. Эту полноту сдерживают шлюзы, и как только шлюзы открываются, полнота не советуется ни с какой другой водой в этом регионе. Она не спрашивает, «Что сегодня с облаками и температурой воздуха?» Это не имеет никакого значения, потому что полнота ждет высвобождения. И вот, что такое смелость. Вы наполнены. И как только открываются уста, это ваши шлюзы. Как только открываются уста, выходит поток полноты помазания, полноты откровения, полноты ожиданий, полноты веры. Потому что эти уста, если так можно выразиться, наполнялись и сдерживались в ожидании правильного момента, чтобы сказать правильные вещи. Если вы хотите быть смелыми, это требует посвящения и освящения ваших уст. Потому что вы не можете быть смелыми в слове, а потом смело говорить что-то неправильное. Смелость в слове требует чистоты речи. Потому что вы не можете ожидать смелости в слове после произнесения оскорбительных слов. Все, что не принадлежит к потоку веры, все, что не принадлежит к потоку любви, вредит вашей смелости, вредит вашей наполненности. Каждый раз, когда мы говорим оскорбительные слова, слова полной ненависти, неправильные слова, каждый раз, когда мы говорим что-то подобное, мы опустошаемся. Возьмем для примера ванну полную воды. Если просверлить бок этой ванны дрелью, вода начнет вытекать в месте повреждения. вы можете быть полны слова, полны духа, но сказав что-то оскорбительное, раскритиковав кого-то, осудив кого-то, мы сверлим дыру в нашей полной ванне. И каждый раз, когда мы говорим что-то такое, мы вредим своей наполненности, потому что неправильные слова вызывают утечку. Итак, мы не можем быть смелыми рассчитывать на смелость, если мы говорим то, что ставит под угрозу нашу наполненность. Смелость требует чистоты речи, иначе вы не будете смелыми, ваша смелость не будет эффективной, потому что полнота страдает, когда мы говорим что-то вне любви. Когда у вас дома конфликт, в вашем браке конфликт, ссоры в семье, все это нарушает полноту, и не важно сколько слова вы в себя вкладываете, обиды, ссоры, все отрицательное, что выходит из ваших уст, это открытый слив у вашего сосуда, все будет повреждено и вытечет. Все, что вы в себя вкладываете, будет тут же вытекать, если есть ссоры, непрощения, обиды, все, с чем христиане на самом деле не должны иметь ничего общего. Почему? Потому что все подобное вредит полноте, а когда вы не до конца наполнены, вы ставите под угрозу то, как Бог может вас использовать. Когда у меня гостят внуки, и я кормлю их обедом, или они просто перекусывают, если они хотят выпить молока или лимонада или сока, из-за размера их сосуда, их тела, я наполняю стакан только где-то на треть. Почему? Я не уверена, что они смогут справиться с полнотой. Я не наполняю их стакан доверху. Чтобы быть наполненными, необходима способность справиться с полнотой. А обиды, ссоры свидетельствуют о неспособности быть наполненным. И сколько бы словом мы в себя не вкладывали, если мы злоупотребляем своим языком, если мы неподобающе говорим с нашими супругами, если в нашем доме звучат нелюбезные слова и нет атмосферы любви, мы показываем, что мы не способны справиться с полнотой. Бог даст нам все, что может, но Он не может наполнить кого-то, чей сосуд не способен с этим справиться. Бог ничего не удерживает. Просто любые наши поступки, идущие вразрез с верой, с любовью, со словом, вызывают утечку полноты. А когда вытекает полнота, пропадает и смелость. А когда вы не смелы, вы не получите те же результаты. Нам так важно делать то, что говорит Слово, жить в соответствии со Словом. Мы все хотим видеть результаты своих молитв. Мы хотим видеть результаты, когда мы высвобождаем веру. Мы хотим в собственной жизни получать исцеление, чудеса и ответы на молитву. и мы хотим помочь в этом другим. Но мы не можем просто хотеть этого без того, чтобы жить в освящении, без того, чтобы правильно обращаться со своими устами, без того, чтобы это влияло на все остальные сферы нашей жизни. Мы не можем использовать свой язык, как нам вздумается, и рассчитывать, что мы будем полным сосудом, через который может течь Бог. Каждый раз, когда мы выходим из любви, мы ставим под угрозу то, как Бог может нас использовать. Я не знаю, как вы, но я хочу, чтобы Бог мог меня использовать. Я хочу быть полной Слово и Духа, и я хочу, чтобы это проявлялось в смелости и полноте. Это нам принадлежит. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.